МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Германия выплачивает компенсации бывшим советским военнопленным. Парламент Турции одобрил законопроект, который лишает депутатов неприкосновенности от уголовного преследования. Это укрепит позиции президента Эрдогана. Ведь это решение удар по оппозиционной прокуртской партии. 50 из 59 ее депутатов можно будет привлечь к ответственности по обвинению в поддержке терроризма. Свидетельством усиления власти президента стала и смена премьера. Этот пост займет министр транспорта Бенали Елдырым. Праздничная музыка, дружные овации будущему премьер-министру Турции и лидеру партии справедливости и развития. Бенали Елдырым считает важным подчеркнуть единство своих взглядов с президентом Эрдоганом. Никто не может усомниться в том, что мы приложим все усилия для работы в полной гармонии. Прежде всего, с основателем партии и лидером по достижению целей нашей великой Турции. 60-летний технократ в нескольких прошлых правительствах занимал пост министра транспорта. На его счету многие крупные инфраструктурные проекты, такие как новый стамбульский аэропорт или скоростные поезда. Но куда важнее то, что почти два десятка лет Елдырым входит в число ближайших соратников Реджепа Таипа Эрдогана. Эксперты считают, что он будет активным поборником президентского плана по превращению Турции из парламентской в президентскую республику. Где самому Елдырыму будет отведена роль послушного исполнителя президентской воли. Он будет номинальным премьер-министром. На самом же деле мы все знаем, что президент хочет изменить конституцию и ввести в Турции так называемую президентскую систему власти. В этом случае должность премьер-министра все равно исчезнет. Впрочем, наблюдатели считают, что назначение Елдырыма вопрос второстепенный. Куда более важным является голосование в парламенте за снятие неприкосновенности со 138 депутатов практически с каждого четвертого парламентария. Прежде всего, мишенью являются депутаты Курды. Как подозревают эксперты, это еще один шаг на пути к авторитаризму. Вначале Эрдоган хотел добиться поддержки Курдами своей президентской системы. Однако Курды выступили против его планов. И тогда он решил, что за это они должны поплатиться и больше не присутствовать в парламенте. Эрдоган уже назвал нынешнее голосование историческим. Ведь оно было еще и репетицией будущих более масштабных конституционных изменений. Крушение лайнера авиакомпании «Эджиптер» — одно из самых обсуждаемых событий уходящей недели. Самолет разбился в Средиземном море. В том числе и поэтому расследование причин, по мнению экспертов, займет еще много времени. Муни на Мюр должен был лететь в среду рейсом МС-804 египетских авиалиний. Однако планы изменились, и он взял билет на другую дату. Было очень тяжело, когда я услышал о трагедии в новостях. Внутри меня все перевернулось. В парижском аэропорту «Шарль-де-Голь» ширмой отделили родственников пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту пропавшего лайнера. Что произошло, до сих пор неизвестно. Самолет «Эджипт-Эйр», выполнявший рейс из Парижа в Каир, исчез с радаров утром в четверг 19 мая. Анализ спутниковых снимков специалистами из США не выявил признаков взрыва на борту аэробуса, сообщает «Рейтер». Авиаэксперты пытаются объяснить, почему экипаж не успел подать сигнал тревоги. Есть очень четкое распределение обязанностей. Один из пилотов продолжает управлять самолетом, а другой выясняет, все ли работает в штатном режиме. Это первоочередные задачи. И только после этой проверки, когда у кого-то появляется время, только тогда пилоты связываются с диспетчерами на земле. Если эти данные в порядке, но был какой-то неожиданный маневр, это значит, что пилоты были заняты управлением, и им было не до того, чтобы связываться с диспетчерами. Министр обороны Греции заявил, что самолет рейса МС-804 совершил резкий поворот, а потом снизился до того, как исчезнуть с экранов радаров. Не исключают ни одной из версий. От технической неисправности самолета до теракта или умышленных действий пилотов или других членов экипажа. При этом, по мнению египетского министра авиации, вероятность теракта выше, чем техническая неисправность. Президент Египта, в свою очередь, созвал Совет национальной безопасности. Во Франции, где находится корреспондент ДВ, также были приняты меры в связи с исчезновением лайнера. Конечно, последние события с самолетом повлияли на людей, которые не чувствуют себя в абсолютной безопасности. И именно поэтому французские власти решили продлить чрезвычайное положение еще на два месяца, чтобы повысить безопасность во время футбольного Евро-2016, финал которого состоится в Париже. Тем временем продолжается масштабная поисковая операция в Средиземном море. Сообщается, что в пятницу были обнаружены обломки пропавшего самолета и тела пассажиров. Их нашли примерно в 300 километрах к северу от египетской Александрии. Год назад германский Бундестаг принял решение выплатить бывшим советским военнопленным символическую сумму по 2500 евро. За год компенсацию получили менее 400 человек. Не получил ее пока Лев Нетто, который попал в немецкий плен в 43-м году. С ним встретились наши коллеги в Москве. Леву Нетто 91 год. Тогда началась война, ему было 16. Он изготавливал мины на заводе. Затем воевал в Беларуси. В 43-м вступил в партизанский отряд, который перебросили в немецкий тыл в Эстонии. Там группа попала в окружение коллаборационистов. Наш командир, лейтенант Батов, взял свою победную, последнюю гранату, приподнялся и с возгласом «За Родину! За! С!» Со Сталина он не успел сказать. Он уже без головы падает просто. У меня тоже такое желание, стремление повторить, закончить то, что не сумел сказать командир. Но так получилось, что когда я вот так немножко нагнулся, закрыл глаза, я вдруг увидел маму. И как я ее увидел, я уже подняться не мог. Но силы бросили меня. То есть получилось так, что мы оказались в плену живыми. Следующие два года Лев Нетто провел в нацистских тюрьмах и лагерях в Эстонии, Латвии, Литве и Германии. В лагере во Франкфурте-на-Майне были и французские военнопленные. Но они не ели баланду и не носили лагерную одежду. Мы еще удивлялись, почему какая разница. А потому что, говорит, французы едят только то, что им дает Красный Крест и вообще пользуются всеми услугами Красного Креста. А ваш Сталин сказал, что у меня пленных нет, у меня есть только предатели Родины. Нацисты особым указом лишили пленных красноармейцев всех прав. Советские военнопленные – вторая по численности категория жертв Второй мировой войны после евреев. Из пяти с половиной миллионов заключенных умерли больше половины. В основном от холода и болезней. С предложением о выплате компенсации бывшим советским военнопленным выступила оппозиция, партия «Зеленых» и «Левая». Решение было принято год назад Бундестагом единогласно. Катастрофа в том, что это произошло так поздно. В живых осталось совсем мало человек. Многим уже за 90. Конечно, это лишь капля в море. Компенсировать пережитые ими страдания невозможно никаким образом. Но это символический знак того, что Германия признала эти нацистские преступления. «Лев» нет, которого после войны, кстати, отправили еще и в советский лагерь. Слышал о решении Бундестага, но не знал, куда обращаться. Он плохо видит, поэтому сам не может заполнить анкету и надеется на помощь родственников. Компенсация нужна ему для того, чтобы поправить зрение. Ведь он хочет написать книгу. Другая тема. Всемирное антидопинговое агентство расширяет расследование в связи с возможным употреблением российскими спортсменами запрещенных препаратов. Речь идет прежде всего о зимних Олимпийских играх. Подробности в обзоре новостей. Независимое расследование Всемирного антидопингового агентства ВАДА возглавит Ричард Макларен, канадский юрист и член спортивного арбитражного суда. В то же время Генпрокуратура России начала проверку на предмет допинга российских спортсменов на Олимпиадах в Пекине, Лондоне и Сочи. Расследование проводится на основе информации, опубликованной ВАДА и рядом западных СМИ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может направить полицейскую миссию в конфликтные регионы на востоке Украины для помощи в проведении выборов. Это станет возможным при полном соблюдении перемирия, заявил генсек организации Ламберто Заньер. Российские следственные органы завели ряд уголовных дел о незаконном приобретении в 1997-2005 годах не менее 200 миллионов акций «Газпрома», уклонения от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ряда компаний. Генпрокуратура обратится к властям США с просьбой проверить эти сделки на причастность к ним главы инвестфонда «Hermitage Capital» Уильяма Браудера. 20 мая 2016 года исполняется 70 лет американской певицы и актрисе Шер. За свою карьеру, которая продолжается вот уже более 50 лет, Шер стала одной из исполнительниц с наибольшим числом проданных записей в историю музыкальной индустрии. Сейчас Шер говорит, что цель стать знаменитой она поставила себе еще в школе. Последние актуальные сообщения читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. о развитии событий в следующем выпуске ДВ Новости, в том числе на каналах наших партнеров. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова